Смотри, какую позицию сейчас будет удерживать игрок на ТЛ-1. Очень классная точка и вообще нереальная битва против огромного количества игроков. Довольно красивый бой, вас ждет впереди, ребята. Поэтому давайте, собственно, посмотрим, с чего здесь все это дело начинается. Итак, наш герой отправляется протихонечку пока что на центр карты в надежде, наверное, просветить там пролетающих, проезжающих, возможно, ЛТ-шек, возможно, сейчас средних танков, ну или тяжек, которые будут волочиться, может, в квадрат G1. И ему удается, посмотрите, сама АСМ уже жестко тупит, непонятно, нафига он так остановился, фактически подставляясь под прострел всех наших союзников. Обалдеть! Кидаем по нему еще разочек и, походу, сама АСМ уже никуда отсюда не уйдет или уйдет. Ну, ай, 33 хп уже не доберем. Жалко, уехал сама АСМ. Но такие результаты проезда, знаете ли, это уже неплохо. Неплохо. Фактически минусом танк 8 уровня во вражеской команде. Учитывая, что здесь в бою больше половины это семерки, я думаю, прям молодец. Красиво разобрался. Ну, конечно, мы тут тоже люлейно получали. Пришлось и аптечку, и ремку активировать. И еще и возвращаемся на базу. У нас нет командира. Ну, сейчас аптечка откадышится, и мы с этим делом, конечно же, разберемся. Прибыли на базу. Здесь экранированный. Непонятно, почему никуда вообще не поехал. Фуловый стоит арту сторожит. Молодец, в общем. Скорпион G тоже уже занял позицию. Наверху, вот там, в кустах. Кого ты, братюня, ждешь, непонятно. Ну, наверное, он надеется, что сейчас по 9 линии пойдут вражеские тяжи, и там он сможет их подловить. Ладно, возвращаемся тоже назад на базу, потому что здесь действительно очень тяжелая ситуация. Вот СУ-130ПМ я не завидую, потому что она сейчас светанется, ребята, и отлетит буквально за считанные секунды. Все, минус СУ-130ПМ. Добрали этого товарища. Так, 50ТП начинает давить вперед. А ну-ка, что сейчас будем делать? В НЛД нужно ему быстрее напихивать. Раз. Ну, еще разочек. 50ТП побыстрее надо паковать в ангар. Опа. КВ-122 тоже сюда приехал. Кидаем по нему на 226. И сейчас 50ТП уже сюда к нам подъедет. Будет потяжелее, конечно. Конечно, главное им преодолеть вот это расстояние, где мы можем свободно сверху вниз по ним работать. Опять кидаем по поляку. И вот здесь уже в засвете. Хорошо, что хотя бы у нас тут наверху есть огромная скала, которая отделяет нас от бесконечных люлей от вражеской арты. Иначе было бы не очень хорошо. В итоге все это дело. Так, кидаем еще раз по КВ-122. И аккуратненько откатывается чуть-чуть назад наш герой. Сводимся опять в 50ТП. И в НЛД ему неплохо залетает. Так, нормально. Поляк решает откатиться назад. И погнали встречать его. Минус 50ТП. Нормально отыграли. Впереди АМХ-1357. Здесь кружится около нашей базы. Надо его встречать тоже добрыми, щедрыми плюхами. Погнали разберемся с ним. Нет, 1357 решил, что нечего ему тут делать, надо линять. А не, он наверх вообще заезжает. Там сейчас люлей будет получать задефавшийся Скорпион-Жи. Весь его гениальный план рушится. Хотя не, посмотрите, с АМХ-ом он справился. Не, ну здесь враги уже конкретно наглеют. Они врываются прямиком на нашего героя. По базе уже просто катаются. Ну, с таким беспределом надо что-то... Как-то разбираться. Ребят, в общем, пока этот замес весь происходит. Сейчас перед финалом. Хочу вам быстро напомнить, что спонсоры этого видео ребята с очень классного сайта Ватхаб. Где огромное количество разной халявы для танкистов. Во-первых, на Ватхаб есть бесплатный кейс. Который вы абсолютно на шару открываете. И получаете оттуда гарантированный подарок. Во-вторых, на Ватхаб прямо сейчас действуют очень крутые бонусы. По специальному промокоду. При пополнении счета его вводите. Вот, собственно, сейчас промокод на экране. При пополнении указываете. Во-первых, сразу же получаете подарок. Во-вторых, получаете огромную прибавку к удаче. Кроме того, там сейчас куча уникальных крутых кейсов. Не забывайте про них. Ну и также, если будете открывать, пишите потом, что выиграли. Ну и, в общем, ребят, главное ссылочка и промокод в закрепленном комментарии под этим видео. Внизу. Посмотрите там и ссылка, и промокод на сайт. Перепишите промокод. Он был на экране, но кто не успел, из комментариев можете переписать. Потому что реально очень классный, многоразовый. Всем друзьям скидывайте. У каждого по нему будет подарок эксклюзивный. Так что штука обалденная. Это причем самый лучший промокод. Если у вас есть другие, выбрасывайте их смело. Оставляйте только вот этот. Потому что по нему реально к удаче, лично от меня жирная прибавка. У других я такого не говорю. У других промокодов такого не будет. Только поэтому. В общем, ребята, смотрим дальше. Потому что здесь уже ситуация такая, что наш герой держит деф около своей базы. Занял здесь уверенно позицию. И готовится встречать четверых, как минимум, врагов. Еще где-то две арты, которые все толпой стоят за углом. Им надо выкатываться. У нашего парня осталось 356 хп. СУ-130 прям уже рашит. Тут же выезжают остальные. Добираем сушку. Надо быстро катешиться. Непонятно, почему там вот этот парнишин на Т-34-2 GFT тупит. Мы добираем СУ-101. Тут же сюда едет недобитый нами же саму АСМ. Отправляем сразу же его в ангар. ПТ-шка заходит сзади. И разворачиваемся. И заметьте, он все это делает от одной позиции. Довольно неожиданной. Потому что очень часто здесь дефают больше вот там наверху. Так. Заходим на 2G. И заходим к ней сзади. И тут без вариантов. Потому что она просто не может до нас довернуть свою пушку. Ой-ой-ой-ой. На 261 под нам летит. И сейчас надо добирать. Пожалуйста, делай это быстрее. И все-таки, все-таки разобрались. Еще 2 арты. Правда, ребята, остается еще 2 арты. ГВ Пантера и Лора 155-50. Что с ними делать, не ясно. Времени, конечно, еще много. Но 43 хп, ребята, у нашего героя. Это вам не шуточки. В общем, смотрим дальше. А пока он едет за артоводами. Ребят, также хочу вам напомнить. Что в этом видео вы еще и можете выиграть золото от нашего канала. Для участия в нашем розыгрыше. Нужно подписаться. Поставить лайк этому видео. Включить обязательно колокольчик. В режим все уведомления. И оставить позитивный комментарий. С вашим игровым ником. Идет ВКонтакте. Участвуйте. Забрать 10 тысяч голды. Я думаю, каждый хочет. Там до 10 тысяч. Ну вот, недавно ребята получали. Буквально сегодня отправлял призы. Вчера отправлял. Постоянно отправляю. Не знаю, почему так много игроков еще не участвует. Ведь шанс действительно неплохой. Ну а мы смотрим, ребята, дальше. Против двух артоводов остался наш герой. И 43 хп. Все, что мы имеем сейчас. Так. 6,5 минут. Погнали, погнали, погнали наверх. И сейчас надо к вражеской базе отправляться. Потому что артоводы сами навряд ли... Хотя все может быть. Может и они поедут. Навряд ли поедут, думаю. Но все, знаете. Сейчас в рандоме. Всякое происходит. Ну и вот все-таки он приехал. На эту базу врага. И как раз таки здесь намечается главная битва. Так, давай, давай, давай. Вперед, проходим. Ой, 6 минут, ребят. 6 минут до конца. Выезжаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Как же сложно засветить гв пантеру. И этого лорейна. Они там по кустам заныкались. Че делать вообще не ясно. И вот лора засвечивается. Критический урон. 340 хп у лоры. Надо добивать. И гв пантера здесь, ребятушки. Обе они по лоре не получилось дать. Причем очень обидно. Но теперь они нас светят. И как будет этот парниша выкручиваться из такой ситуации? Объезжать вообще с другой стороны? Или он сейчас отсветится? Потом развернется и выйдет там же. Чисто обманным маневром. Нет? Не, он решает объезжать. По дальним. Да ладно. Не успеем же. 5 минут. Не так-то и много. Время быстро тикает. Все. Нет. Он понял. Он сделал вид, что объезжает. А сам тут же разворачивается. И надеется, что здесь будет выезжать арта. Он просто... Просто играет на опережение. Думаю, что арта сейчас будет в итоге с базы убегать. И он на этом моменте ее поймает. Но не знаю, удастся ли настолько хитрый план. Сработает ли настолько хитрый план у него. Так, нет. Все-таки решает возвращаться. Потому что понимает. Арта может подняться вообще сейчас вот сюда наверх. Там очень будет сложно оттуда ее выкурить. Время продолжает идти. Остается вот 4 минуты. Чуть больше 4 минут. И сейчас все будет решаться. Ну что? Будем выезжать на ГВ Пантеру или нет? Да давай уже соберись. Рисковать надо. Выхода-то нет другого. Так, ну давайте ускорим немного эту ситуацию. Посмотрим, что будет здесь. А вот это хороший вариант позиции. Сработает он или нет. Поехали, поехали вперед. Выкатились на Лору. Так, 340 хп у нее. Назад отъезжает. Назад. Смотрите. Не хочет засветиться хитрая. Какой же хитрюга. Кидаем. И Лору походу мы сейчас добьем. Без засвета даже. Классно развел. Обалденно развел сейчас эту арту. Остается последний ГВП. И она для нашего счастья ваншотная. Ребята, вы пока... Сейчас будем смотреть итоги. После того, как сейчас возможно будет финал. Перепишите промокод из закрепленного комментария. Положите куда-то на стол. Не потеряйте. Все, ребят, смотрим итоги этого боя. Итак, ребята, это медаль воина. Основной калибр. Медаль пула. Паскучи. Колобанов. Мастер. Вверху справа сейчас другой видос. Заходите тоже смотрите. На этом все. Увидимся. Всем удачи. Всего хорошего, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.